Заехали мы вот в такой городок, в самом-самом западе Турции. Это сам полуостров, который называется Чешме. Это редко, я так понимаю, кто сюда доезжает. Это туристическое место, но туристов здесь, как я вижу, не очень много пока. Сейчас мы с вами едем дальше. Едем на точку, где там, по идее, мы там остановимся. Но это не точно. Сейчас осмотримся. Я вижу, там недалеко яхточки, мачты яхт. Посмотрим, что это такое. Это яхтная марина, что ли, или что это. С вами вместе посмотрим. Симпатичный городок, уютный. Он нас куда ведет? Это здесь не на паром? Яхты, яхты, яхты. Он тоже неплохой, тоже красивенький. Он такой даже и на Турцию не похож. Вот здесь, вот этот паром, я так понимаю, он идет на греческий остров. Здесь рядом Греция уже. Я думаю, мы даже ее, может, увидим невооруженным взглядом. Большой греческий остров здесь. Видите, такой здоровый паром грузовой. Вот, фуры выезжают и так далее. Интересно, куда этот паром груз? Да, наверное, уже в Грецию. Как бы, вот, ле-логика. Мы сейчас едем ближе к пляжам. Здесь есть знаменитые пляжи, я вам потом скажу, какие. Сейчас подъедем, посмотрим с вами. В общем, едем по этому полуострову. Очень много всяких маленьких зороточков. Это бывшие греческие поселения. Вот сам Аллачатик, который мы проехали, мы постараемся туда завтра поехать. Это греческий город. И там ничего, в принципе, в архитектуре Турции нет. Все греческие домики, беленькие, с синими ставнями, с синими дверями, с яркой растительностью. Ну, как обещают мне интернет, мы посетим обязательно. А вот что касаемо туда, куда мы едем, там несколько пляжей. Ну, там обещают, что это турецкие Мальдивы. То есть там белый песок и прозрачное море. Пару пляжей мы проехали, как-то не очень, но ничего. Мы на Игейском море, напоминаю. Это полуостров Чешме, который находится за Измиром. Одна из самых западных точек тут. Недалеко здесь Греция, греческие острова. Ну, домики симпатичные. Все аккуратно, все чисто. Посмотрим. У нас полная дичь. Мы как бы забронировали домик. Дикий, дикий у вас дом. Прямо в поле, как мы и хотели. Посмотрим, что там за дом. Повернули. Вот такие виллы, видите? Мы должны ехать в поле. Вот сюда в поле. Где море? Море? Говорят, близко. В общем, короче, свернули от цивилизации в какие-то поля. Так, повернули, да? Сюда. Есть два варианта. Нет, сюда поехали, куда-то. Какие два варианта? Поехали, как навигатор говорит. Видите, где мы будем жить? Вот. Нету здесь ничего. А? Не туда? Че он так показывает? Потому что разворачиваться надо? Странно, да? Странно. Что он хочет сказать? Едем по таким оливковым садам. Показываю вам, куда мы забрались. Мы же не ищем легких путей в жизни. Болгарию забрали. Напоминает Болгарию, но только ночью, да? Вот представьте, нет, здесь дорога шикарная. В Болгарию там такие ямы были сумасшедшие. В общем, не знаю, куда мы едем. Магазинов там, походу, нету. Мы на заправке купили. Так, воды там всякой всячиной. Ну, есть два варианта. Можно туда. Можно туда. Ну, я не знаю. Видишь? Дарма без... О, если мы поедем туда, мы между полей... О, между этих поедем. Пляжей. Давай по пляжам поедем. Сейчас мы развернемся. Все-таки поедем, посмотрим пляжи. Тут уже этими водорослями несет, капец. Сейчас посмотрим. Видите, где мы? Стой, 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 стой. Ага, все нормально. Вот, где мы находимся. Полная дичь. Вот там до богатого поселка. О, наш куда, видите? Друзья, с нами вы побываете на краю света. На краю Турции. Я специально взяла такую дичь. Вот, почему-то мне захотелось именно дичи такой. Мало было дичи. Ой, смотрите, как красиво здесь. А, еще и другая страна. Что, там можно тут проехать, да? Вот так поехать. Еще вот так поедем. Интересно. Вот так вот мы ехали в Болгарии, только ночью. Вот так вот, примерно вот так. Все нормально. Все нормально? Тут нет обрывов никаких. Хорошая дорога. Смотрите. Ну да. Не такие мы одни здесь. Ребята. О-о-о. Так. Там должны быть какие-то домики. Вообще дом в поле в полном. Съехали вниз. Хорошо, что мы... Не, они такие, здесь еще есть люди. Тут, конечно, такие дороги. Но наши бабусики, мы прошли бы это все за... Тьфу. А сейчас, конечно, показывают, что нужно. А что, ну... А-а-а, блин. Надо было, конечно, объезжать там, где он показывал. Что нам теперь? Да, ну... Надо по-другой неправильному выйти. Такие тут робинзоны ходят. Вообще такой домик пляжный сняли. Кондиционер. Здесь двуспальный диван. Кухонька такая. И там вообще находится в полной дичи. Такой вот домик. Здесь ванна, туалет, летний душ есть. Вот здесь еще одна спальня находится. Вентилятор. Нормально. Закрывайте дверь. Пусть это все. Машина уже осталась. А? Машина осталась. Да, иди, держи, собака все, идите. Короче, мы здесь на берегу Эгейского моря. А, да, да. Короче, у нас вот такая вот хижина. На, еще одно печенье туда ему дай. Сейчас я покажу, какая у нас хижина и где она находится. В общем... Чисто гипотетически. Вот этот. Вот, в общем, у нас такой домик. Я вам внутри его показала. Здесь везде соседи. Огороженная территория. Вот тут пляж. Уже это на самом-самом западном, как говорится, части Турции. На берегу Эгейского моря. Смотрите, сейчас солнце село уже. Мы уже, наверное, не пойдем на море сейчас. Там еще наверху есть терраса у нас. И мы там будем сидеть и смотреть на море. Мы купили продуктов, там пиво и все такое. Вот. И давайте поднимемся туда. Сейчас поднимаемся наверх. Я специально хотела такую дичь. Честно. Хотелось вот от всего подальше. Тем более мы ехали мимо. Думаю, что бы не заехать. О! А это кто тут у нас? Лизок. Папа. Такая терраса. С таким вот видом на море. Пляж. Закат. Здесь такая территория, как бы, так сказать, гостиница. Она у нас состоит из таких маленьких домиков. Видите? Их очень много. Пошли на рецептинг туда, на ресепшн. Взяли у нас данные паспорта. И вот так люди отдыхают по-дикому. Сегодня мы здесь переночуем. А завтра уже поедем домой. Так что вот такой вот у нас сегодня дикий отдых. Вот Серёжа берёт дрон. Сейчас, может быть, взлетит. Посмотрим, где тут белые пляжи. Потому что мы ходили на этот пляж. Там обычный песок. Говорят, что здесь, типа, турецкие Мальдивы. Сейчас будем смотреть, какие Мальдивы здесь. Да, Лизок? Лизок что-то недовольный сидит, да? Чего, я довольна? О, вот и Серёжа с дроном. О! Это после всей нашей суеты, короче. Забубенный. Дикий резкий релакс, да? Ну да, я хотела релакс именно вот такой дичи. Очень Крым напомнила, очень Крым. Здесь у нас такие места есть. Значит так, в районе Евпатории есть такие места. Дальше от Сак до Евпатории, потом от Евпатории до Мирного. Вот Касабеляус и так далее. Тоже такой же песок мелкий, такая же растительность. Такие же вот холмы, то есть вот кипарисы растут, оливки. Смотрите, друзья, здесь пальмы, здесь нету. Здесь именно похоже на крымские. Крымскую растительность. Поэтому вот так. Еще раз напоминаю, полоса называется Чешма. Здесь очень много разных пляжей, бичи всякие. Рюша попытается поднять нашего Мухича. Посмотрим на закате. И завтра мы еще обязательно, друзья, рано утром встаем. И завтра будет еще утреннее море, пляж. И еще мы поедем в одно место, тоже очень интересное. Не будем пока говорить, здесь рядом. Вот, то есть я тоже знаю, что там красиво. Вот это, кстати, поле помидора. Здесь полностью поле с помидорами. Ой. Так что сидим с видом на море на крыше нашего этого. Месячки на полтора. Серега, ну если сможешь поднимись, насколько сможешь. Посмотреться. Посмотреть, да. Посмотрим, что за пляжи. Потому что я Мальдивов пока здесь не обнаружила. Вот здесь пляж, который есть. Пляжи все я напишу. Какие здесь есть места, я напишу. Где это находится. Кому будет интересно. Ну, как бы воспользуйтесь. Новый проблем. Мне ничего не жалко. Ничего не продаю. Все бесплатно. Так, ну давай, Мухич, взлетай. Пошла. Сейчас поехали в магазин. Накупили две огромных пакеты еды всякой. Мигроси. Ну давай, Мухич. Накупили сосисок, колбасы, яиц, хлеба, чая, кофе, молока. Ну, в общем, набрали все. Сейчас перекусить и завтрак еще на завтрак. Ой. Ну, мне, друзья, честно сказать, вот после того, что вот вот это мы испытали, вот эти испытания, потрясения сейчас настолько кайфово, настолько релакс. Мне даже, честно сказать, не надо в том море купаться. Просто хочу сидеть и созерцать вот этот прекраснейший закат. Просто на крыше дома сидим и созерцаем закат. Ну, разве это не прекрасно? Домик маленький, такой деревянный. Ну, в той стороне, если присмотреться, там ветряк. Где зайчик? А их тут очень много ветряков. Ну, вот один выглядывает. Я стою. В общем, такая дикая. Ну, как? В доме нету только Wi-Fi. Так все есть. Две комнаты, холодильник, кухня. Все. Все есть. Ну, короче, домик этот, если не бронировать через сайт, у меня есть личный телефон хозяйки, стоит 60 евро. Ну, давайте посмотрим, 60 евро это сколько? Тысячу лир? Ну, тысячу лир прямо в пяти минутах от Игейского моря на побережье Турции. Я думаю, что нормальная цена. Ну, как бы на Айру Бенби он стоит дороже гораздо. Вот. Так что, если кому надо будет, пишите в Инстаграм. Ну, на сайте я не буду писать контакты человека, а лично, если кому надо будет, я дам. Пожалуйста, бесплатно. Ничего не надо нам. Это не реклама. Мы просто помогаем. Все. Тогда сейчас смотрим Ухича, наслаждаемся закатом. Я много говорю. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Вечером у нас домик вот так вот выглядит, с такими подсветочками. Вечером он смотрится симпатично тоже. Нормально. Вон, Сережа пошел на небо смотреть. Сейчас я поднимаюсь, будем снимать. Не получится, да? А, фонари везде. Жаль. Хотели поснимать вам звездное небо. Так, друзья. Следующий день нашего пребывания здесь. Мы направляемся с Сережей на пляж. Взяли коптер с собой. Лиза осталась в отеле с Асиком. Что-то она себя плохо чувствует. Может, где-то простудилась. Короче, решила не рисковать. Мы пойдем все посмотрим. Все вам покажем. А то, знаете, ну, как бы немножко приболело. Чувствовать себя неважно. И решила немножко отлежаться. Потому что мы сейчас идем на море. Снимаем, если возможность, поплаваем. В Эгегейском море. И будем выдвигаться уже в сторону Алани. Поедем по морскому побережью. Мимо вот этих всех красивых разных городов. Шорты плавали в четырех морях. Шорты плавали в четырех морях. Сейчас идут на Пятое море. В общем, здесь от нашего домика вроде минут пять до пляжа. Вот такая глушнина полная. Цикады поют. Жарковато, но что делать? Я тоже иду. Все в кубальниках, шлепках. Все нормально. Идем к морю. Каменный цветок. Где твой Данила? Такие вот фигнюшки растут. Цветочки. Вот они везде здесь, видите? Вон они. На что похоже, не знаю. Мысли между кактусом и алоя. Где-то застряли. Вот это помидорное поле. Вчера Лиза с Сережей вечером. Немножко помидор на салат принесли отсюда. Это что, поле убранное? Поле убранное, да. Мы ничего не тырили нигде. Это же убранное поле. А что осталось, там собирали. Кто скажет? Земля серого цвета. Значит, пятьдесят оттенков серого. Видите, земля. Как будто какой-то вулканический пепел или что. Цемент такой. Цемент, да. Не знаю. Стойкое ощущение Крыма. То же самое всё. Песочные побережья. Евпатория, Любимовка, Орловка. Правда ж? Посмотрите. Всё одно и то же. Цикаби, кусты. Ну, может быть, Учкуевка ещё. Где-то в районе Учкуевки. Вон, караваны, кемперы стоят. Моя мечта иметь дом на колёсах, приехать и здесь жить вот так вот на побережье. Мы вышли на первый пляж. Да, водичка чистая, прозрачная, песок. Песок, конечно, не чисто белый, но, в принципе, выглядит неплохо. Самое интересное, какая температура воды здесь. Интересно. Такая же, как у нас в Средиземноморе. Или холоднее. Говорят, Эгейское море холоднее. А здесь ещё один пляжик такой. Такие бунгалы. Что вода? Холодная? Нет? Вот здесь тоже мелко. Песок. Это Чешма. Этот полуостров славится своими пляжами. Есть ещё здесь, конечно, пляжи белые. Ну, стойкое ощущение, что выбиливают их конкретно на фотографиях. Как бы всё нормально, всё хорошо. Видите, вон такое бирюзовое. Это вот песок идёт. Вот это вся полоса. Такое бирюзового цвета. Давай, песочек. Остановимся мы здесь сейчас. Искупаемся. И поедем уже, потому что нам надо ехать. Это, я так понимаю, уже всё? Сезон закончен? Не знаю. Уже начался. Видите, какой яркий. Ребята. Какое это твое море? Твоей коллекции. Это моё, четвертое, наверное, море. Не, мы считали, пятое море. Чёртое. Чёрное. Средиземное. Средиземное. Ага. И это, четвертое. Ну, давай. Ребзя. Только так прыгнуть невозможно здесь идти ещё. Надо поколеть. Обещал вам, что закупаюсь в Игейском море? Обещал? Так и да. Вот это вот. Игейское море. Игейское море. И я тут купаюсь. И я тут купаюсь. Ты долго так идти будешь, по колено. Пошёл, пошёл, Илентин. Ну и долго ты так идти будешь. Да? Давай. Тёплая? А? Так, короче, я тоже пойду. Не могу, стою, жарко. Выйду чуть попозже, скажу, что как. Так, друзья, я сейчас вышла из моря. Как там не инфа. Что могу сказать? Значит, море холоднеет смачно. 24-25 от силы. Плюс. Значит, идёт мелкая волна. Идёт смешивание течений. Здесь холодные. Один шаг холодный, один шаг тёплый. Один шаг холодный, один шаг тёплый. Везде песок. Заход плавный. И идёшь, наверное, метров сто. Тёплый, тебе чуть ниже пояса. Вот от 100 метров уже начинается мало-мальски поглубже. Так, что ещё сказать? Что сказать? Волна мелкая. Такой волны, как в Средиземном море, нету, конечно. Вода соленей лучше держит. Плотнее соленей лучше держит на поверхности. Что? Ну, собственно, и всё, да? Море красивое. Вода очень чистая, очень прозрачная. Людей почти нету. Пляжи пустые. Ну, где-то там несколько человек. И всё. Ну, с учётом того, что сейчас сентябрь, но сентябрь в Турции считается очень хорошим сезоном. Даже лучше, чем июля в август. Больше людей едут сентябрь, октябрь, конечно. Когда нет такой сумасшедшей жары, а море ещё тёплое. Ну, вот такое Эгегейское море. Что могу сказать? Если честно, это моё личное мнение, Средиземка мне нравится больше. Почему? Хоть там у нас и плиты, и не везде хороший заход, но море теплее. Да, просто потому что оно теплее. Вот и всё. Я вот искупалась минут 10, я замёрзла. Ну, я думаю, что примерно 24. Серёжа запустил коптер, хотел показать вам красоту этого моря. Летал, летал минут 10, и забыл включить запись. Это так типично для Серёжи. Ну, ладно. Сейчас он что-нибудь сообразит. Всёро! Вот. Всё! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok